И на четвёртом канале! Поздравляйте и поите! Шоу! Александра Козлов! Проснись! Проснись и пои! Доброе утро, дорогие друзья! Итак, в прямом эфире интерактивная программа поздравлений «Проснись и пои!» Созданная им команда Crazy Off Dance выступает в первом воронежском ночном клубе «Лидо». В следующем году на первом рэп-хип-хоп фестивале команда Гребенщикова признана лучшей воронежской рэп-группой. А вскоре Миша входит в состав суперпопулярного проекта DJ MMM, ныне «Основной инстинкт». Работает на русском радио. Созданная в самом конце 90-х годов группа Гребенщикова «Громозека» объездила с концертами чуть ли не всю страну. Участвовала в сборниках «Двигай попой», «Русский рэп», «Дискотека от руки вверх», «50 на 50 MTV». А сольный альбом «Громозеки» больше, чем диджея ждёт своего издателя. Итак, дорогие друзья, как вы, наверное, догадались, сегодня в качестве почётного гостя утренней программы поздравлений «Проснись и пой» лидер группы Михаил Гребенщиков, он же «Громозека». Доброе утро, Михаил. Вот так вот. Чем не нравятся наши люди, это свои красноречия. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Михаил, здравствуйте, дорогие телезрители. Миша, мы с тобой с удовольствием пообщаемся. Дело в том, что Михаил приготовил для вас массу сюрпризов, но поскольку наша программа прежде всего программа поздравлений, то мы предоставляем слово первому нашему телезрителю, который дозвонился в нашу студию. Итак, алло. Алло. Я Олег. Алло, Лода. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Олег. Олег? Мышов. Понятно. Скажи, пожалуйста, Олег, а какую ты песенку исполнишь сегодня утром, этим ранним субботним утром? «Белые розы». «Белые розы»? Это которую «Ласковый май» пел в свое время? Да. Ну что ж, с удовольствием, наверное, Михаил, послушаем Олега с небезызвестным шлягером группы «Ласковый май» Юры Шатунова «Белые розы». Да, Олег, огромное тебе спасибо за твой звонок, за твое интересное исполнение. Олег, ты еще в эфире? Да. Олег, как ты думаешь, папа обрадуется твоему исполнению песни? Да. Все будет хорошо? Да. С добрым утром тебя и всего самого наилучшего. Спасибо. Звони к нам в студию, мы с удовольствием будем слушать тебя и выполнять твои заявки, равно как и заявки всех твоих близких людей. Молодец, спасибо и до новых встреч. Вот такой у нас Олег. Ну, Михаил, я смотрю, ты тут просто бурную деятельность развернул. Итак, напоминаю, дорогие друзья, что сегодня в нашей студии лидер группы «Громозека», он же участник группы проекта «Основной инстинкт», он же один из, будем говорить, родоначальников на воронежской земле хип-хоп-довижения Михаил Гребенщиков. Михаил, город Воронеж, Михаил, вот ты в самом начале нашей программы прослушал досье. Но прежде чем мы с тобой поговорим, я напоминаю, дорогие друзья, звоните к нам в студию по телефону 52-01-88, выбирайте песню. Мы с удовольствием послушаем ваше поздравление и уж после этого песню. В конце программы подведем итоги и финалиста пригласим на новогоднюю программу, где разыграем ценные призы. Напоминаю, телефон прямого эфира 52-01-88. Мы переходим к... Михаил. Я, Михей, Диман, Ветель и Андрей сколотили команду и стало все окей. Сумасшедшие танцы мы забацаем для вас, пропоем и протанцуем и будет все класс. Именно вот это была первая наша рэп-хип-хоп песня. Сумасшедшие танцы, Crazy of Dance, группа образовалась в 91-м году. В нее вошли я, Димбас, Ветель, Дрюшка. Дорогие друзья, я же как в самом начале сказал, Михаил приготовил вам массу сюрпризов. Одно хочу добавить, то что Михаил еще... у него есть псевдоним, лирик замысловатый, по-моему, так, да? Да, да, да. Но об этом чуть-чуть попозже, с удовольствием послушаем стихи. А пока, дорогие друзья, у нас есть звоночек в студию. Алло. Алло. Доброе утро. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Татьяна Николаевна. Татьяна Николаевна, у вас приятный такой утренний красивый голос, Татьяна Николаевна. С чем пожаловали в наш эфир? Я хочу поздравить свою работницу с днем рождения. С удовольствием. Это прекрасный человек. Смулка Ирина Владимировна. Пожалуйста, мы вас с удовольствием слушаем. Итак, песня номер два в нашей программе. Из-за девчонок, что порой Нас уликали за собой Да, спасибо. Вот с утра такая песенка, знаете. Возможно, кому-то и действительно сейчас не помешало бы, да, чуть-чуть налить. Да, Саня Сутра? Вы еще в эфире с нами? Да. Здорово. Великолепно. А вам не кажется, что пора нам дуэтом исполнять песни? Пора, да. Мы в второй раз с вами поем. С удовольствием увидимся, я надеюсь, в студии, если вы победите сегодня в нашей программе. Напоминаю о том, что в конце нашей программы мы проводим голосование электронное, где могут принять участие все желающие телезрители. Лирик замысловатый Михаил Гребенщиков, лидер группы Громозека, сегодня в нашей студии. Мы смотрим музыкальное произведение, которое они изготовили буквально сколько? Год назад. Вот такая вот утренняя песенка в качестве небольшой физической зарядки. Напоминаю, что это проект Громозека. Сегодня лидер группы Михаил Гребенщиков в нашей студии. Большое спасибо за предоставленный видеоклип. Мы слушаем, у нас в прямом эфире есть звоночек. Алло. Да, да. Алло, здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Лидия Петровна меня зовут. Лидия Петровна? Да. Очень приятно, Лидия Петровна. Ну-ка скажите, порадуйте нас для кого и что сейчас прозвучит? Ну вообще поздравления для моей семьи. Я хочу их поздравить с наступающим выходным. Наконец-то закончилась тяжелая неделя. Конкретно своего мужа хочу поздравить. Ну и подарить песню, нашу песню, этой песне уже 20, ну 23 года этой песне. 23 года? Да, с этой песней мы познакомились. А, вот так вот, да? Да, и эта пластинка в то время была подарена мужем мне. И когда я слушала эту песню, конечно, ну, чувства были очень глубокие. Хотя со временем они сохранились. То есть всякий раз, когда вы слышите песню... Да. Я вспоминаю те молодые годы. Да? Да. Ну, судя по голосу, вы не так уж и... Да ничего, да. Я тоже так думаю. А вот, Лидия Петровна, давайте поговорим с вами. Давайте. Скажи, Лидия Петровна, а вот вы сказали, после такой трудовой тяжелой недели, а чем же она такая тяжелая для вас? Ну, тяжелая неделя. Очень тяжелая? Ну, для меня всегда неделя тяжелая, потому что у меня семья, двое детей. Вот. Взрослые дети? Дети взрослые, сын уже 21. Поэтому тяжело. Тяжело, конечно. Телефонную трубку и место микрофона вам в руки. С удовольствием послушаем песню «Ну, где же ты была в исполнении, Лидии Петровны» в нашем прямом эфире. Их вернуть нельзя, их вернуть нельзя. С удовольствием послушаем песню «Ну, где же ты была в исполнении, Лидия Петровна, вы знаете, мне тоже как-то эта песня что-то там навеяла из ранней, так сказать, из детства, возможно. Честно признаюсь, очень приятно было в это раннее утро услышать ваш такой бархатный голос. И тем более, я представляю, как это здорово. Ваши родные, наверное, собрались сейчас возле экрана. Вот проснулся сын, поэтому мне пришлось включить голос. А так он стал. Все понятно. Ну, что ж, жаль, конечно, что, возможно, ваши знакомые слышали и видели. Ну, что ж, большое спасибо вам, Лидия Петровна, за то, что вы к нам дозвонились и прекрасно исполнили эпидемию. Дорогие друзья, я вам напоминаю о том, что через несколько секунд начнется электронное голосование. Потому что мы определим из тех трех дозвонившихся к нам в студию исполнителей, кто из них как можно больше вам понравился. Все прекрасно пели, но давайте так определим, кто же станет участником финальной программы, которая состоится в канун Нового года, где среди победителей мы разыграем ценные призы. Суперпризом будет являться телевизор. Итак, дорогие друзья, мы начинаем электронное голосование. Напоминаю вам о том, что вы определяете, кто из исполнителей вам понравился больше. И по телефону, который вы сейчас увидите на экране, звоните в студию. Я решил затронуть проблему о слонах. Слоны в каком виде? Вот, например, рассказываю такую наша невидимая мысль. Цирк привезли вас, например. Да. Александр, в детстве, вам 4 года, мама привела вас в цирк, вы сидите, смотрите, слоны, 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 слон ходит по сцене, 5 минут всего выступление идет. И слон случайно умер. Умер. Так. Ваше детское воображение, как бы к этому отнеслось? Уснул. Уснул? Да. Слон уснул? Да. Ну и мама бы сказала, слон уснул и увела вас из цирка. То есть, представляете, это отменили бы все представление. Ну, меня бы это, например, шокировалось. Умер слон. Но развиваем нашу дальше невидимую мысль. Стоп, 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 Михаил. Это мы с вами ударимся не только в философию, но в зоологию. Люби природу, не загрязняй воду. Люби природу, как твою мать. Люби природу, и говори народу. Не надо, не надо ее уничтожать. Вот, дорогие друзья, мы только что с вами просмотрели видеоработу группы основной, вернее, проекта «Основной инстинкт», где одним из участников Михаил Гребенчиков, гуру воронежского хип-хопа, диджея всех диджея Воронежа, громозека, который сегодня был в нашей студии. Звоните нам в прямой эфир 5201-88. С удовольствием послушаем ваши поздравления. Встретимся ровно через одну неделю. С вами был Александр Козлов. До субботы, до раннего утра. Всех с наилучшими праздниками, которые были, есть и будут. До новых встреч. Каждую субботу. Утром. Утром.